Татьяна Анфюрова считает себя самой счастливой девушкой. Она вышла замуж и родила сына. Говорит, для полной гармонии не хватает лишь собственной квартиры, которая, как она уверена, положена ей по закону. Дело в том, что в 13 лет Татьяна вместе с братом отправились в приют, когда покинули его стены, должны были получить свой угол. За мной было закреплено жилье, в котором сейчас живет мой папа. Но так как мой папа лишен родительских прав, и мама лишена родительских прав, я не имею права там жить. Потому что они абсолютно чужие люди. И потому что это жилье непригодное для проживания. Но как вышло так, что ребенок покинул интернат и не получил пригодного жилья? Жилье на тот момент было не признано ветхоаварийным и непригодным для проживания. Оно соответствовало тем условиям, которые были действованы на тот момент. Соответственно, ребенок по мере выхода из учебного заведения жильем был обеспечен. А вот в 2013 году законодательство изменилось. А значит и квартира Татьяне нужна другая. Этого решения девушка несколько лет добивалась через суд. Когда мы выиграли первый суд, они сказали, что вы нарушаете права других сирот. И мы не можем. Тем, что мы просим предоставить жилье вне очереди. Сейчас Татьяна вместе с мужем и сыном живут на 25 тысяч рублей в месяц. Искать работу девушке бессмысленно. Оставить ребенка дома она не может, а в детский сад его не определяют. Нет пока прописки. Если честно, мне так надоело снимать квартиры. Постоянного места жительства нет. Приходится снимать, чтобы хоть как-то чувствовать себя человеком. Девушки предлагали комнату в общежитии из маневренного фонда. Однако соседи семью совершенно не устроили. Сейчас в очереди на жилье Татьяна шестая. И квартира ей положена совсем маленькая, до 30 квадратных метров. Они выполняют, как они говорят, свою работу честно и по совести. Но это так не честно. Два года ждать человеку. У меня уже ребенок вырастет. Скоро. Скоро в школу пойдет. Я до сих пор не могу добиться своего жилья. В чем речь? Они постоянно специально дают в застроенных домах, которые уже по пять лет стройки заморожены. Получается. И толку нет. Это то же самое, что есть у нас лишение суда о том, что должны предоставить жилье, а что нет. Семья Анферовых отчаялась и отправила президенту 31 обращение. Они уверены, их услышат и 20 июня на прямой линии вопрос могут решить. Галина Федорченко, СТС, Челябинск. Галина Федорченко.